итак ребят всем привет сегодня у нас очередной выход на шурф будет классный шурфец а я сразу вам обещаю шурф будет зачетный будет состоять из трех частей сегодня будет первая и она хороша тем что будет находка которых я таких находок не копал и даже как знаете мои друзья товарищи тоже не копали но в этом шурфе была находка просто просто блин на я такого не видел никогда и нигде только в на картинке так что видео будет интересно состоять этот видеосюжет будет из трех частей сегодня будет первая 2 будет не менее шикарно тем что мы нашли поповское место то есть как орда папа много крестов потом шестерочки знак сатаны и конечно же перчатка которая у нас серебряная с черепом представляете поповский дом с кокардой и с кольцом черепа череп мы датировали это до семнадцатого года то есть рад нашел дорогущую находку монету и тоже будет весьма интересно так что смотрим все три части и так ребята всем привет сегодня у нас очередной выпуск и конечно же всеми любимый конечно же шурф приехали мы на одну деревню здесь я снова впервые привез меня как обычно михалыч он любитель шурфов и знает практически про деревне все в общем пробежали по шурфам там 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 и остановились вот на этом почему здесь потому что щуп нам показал копайте здесь вот стас остался около машины вот посмотрим что у него там будет интересно но он фартовый явно у него чем-то будет интересно вот там еще был шуф почему мы на эту деревню приехали я настоял тем что мне очень хочется побывать в том месте где пацаны подняли 300 монет вот откуда 300 монет вы спросите ну ребят элементарным возможно была семья большая вот полы с большими половыми трещинами щелями вот возможно было несколько свадьб осыпали молодых это очень древняя традиция между прочим это не советская традиция это древние очень древние традиции вот так что будем фундаменты искать где были свадьбы ну поживем увидим приехали очень рано обещали дождь где-то прогноз до обеда дождь должен быть так что посмотрим будет дождь здесь в этих краях или нет поживем увидим так что не будем долго разглагольствовать сразу ныряем шуф и находим что-то интересное и так ребят находка находка у нас какого плана эта пуговка гирька вот такая вот обычная древненькая старенькая без рисунка похода дом все-таки старенький оказывается причем этот фундамент мы зашурфили с михалычем почему ребят вот здесь вот маленький кулачок был сделал пробные копки мы сначала щупом где щуп вон он щуп вот мы его прозвонили при помощи щупа была засыпка и я сделал пробные копки михалыч не даст мне соврать вот такой эпицентр наверное ну полметра на полметра и начал прозванивать и у меня ребята смотрите что было выпало и так представляете пятак николаевского формата и это просто замануха ребят вообще очередная замануха очень часто я прихожу на фундаменты которые я выбираю 1 копки делаю и просто первый сигнал тетки и были нафиг монета что у нас и сейчас получилось первая находка и и так михалыч сразу зашурфился здесь мы нашли фундаментный камень вот он идет вот так вот по периметру здесь вот перегородка тоже каменная и дом был большой огромный вот такой вот михалыч ушел туда чем там сейчас поднял то колечко поднял с орнаментом я вам его покажу вот и на этом все так что будем продолжать не густо вон где копает стас за ним был фундамент где было 300 монет здесь пока что-то до 300 монет далековато 299 монет еще надо у нас как мы приехали дождик моросит и уже в течение около часа мы под дождем мокнем до обеда обещали прогноз но чё тут этот темнота мне не нравится пришлось аську спрятать в пакетик я осечку свою люблю так что пусть она в пакетике будет ладно продолжаем итак ребят догон долгожданная монета долго я искал это две копейки 1928 года пролетариатка вот такая монетка сохранчик более-менее ночью то здесь вот какая-то пупырышки на ней жалко не 27 но ладно михалыча колечко у тебя далеко а дай я покажу друзьям подписчикам наши находки ох у него помимо всего поднял еще крестик 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 медный лопатой засадил смотрите засадил лопатой как без этого и колечко колечко маленькая такое ощущение как будто детская но имеется рисунок орнамент какой-то так вот блин и по колечку тоже засадил михалыч ты чё две находки и по обоим засадил но это не страшно вот такие две находки пока у михалыча стас пока чемпион продолжаем итак ребят у михалыч там чё-то сигнал его звонка либо медь либо серебро царевок я был прав хоть у меня не не прибор фишер 44 ох блин он пробитый стук имеется дырка возможно было маниста лопат он лопатой по ней тоже заданул михалыч здесь тоже от лопаты удар офигеть ребят с вашего разрешения вне эфира хочу помазать и а это у нас александр александр 2 1 копеечка ну год вам сказать не могу где-то наверное 1860 кстати стас кричал что он тоже там монету поднял тоже копеечка александра 2 так что у него тоже находочки есть такая монета убитая ладно идем дальше итак ребят пришел я наперекор водички попить чаю хлебнуть подойду посмотрю чувство фундамент часа засыпка так стас у нас копает вот таким то образом траншеями бревно нашел да все хорошо вопрос вопросов нет больше все правильно все правильно молодец ребят между прочим это один из моих учеников он в свое время тоже обращался ко мне саж говорит подскажи научить давай сделаем совместный коп и мы вместе съездили в тот день по моему ты ничего такого грандиозно не поднял до 2 оси по моим серебром поднял вот и сейчас успехи есть самые шикарные твоих находок после меня я нашел интересно рассказывать самый шикарный золото не будем считать пляжные находки нет именно то что связано с шурфами это пряга я нашел лакончик садский находил такой бубенчик на конскую сбрую что мне еще было из такого деньгун ходил рубль находил советский запомнил а здесь у тебя все материк а то я вижу здесь ты уже начинаешь засыпать материк ну-ка капни какой материк по ну да вам видите ребят видите все там материк видите прессованный ну здесь материка здесь у тебя еще нет уходит само собой да где у тебя хабарница карман небось да сейчас посмотрим ребят смотрите у него хабарница из серебра представляете хабарница из серебра так что ребят он еще считается фартовым михалыч говорит вот возможно из того что у него хабарница серебряная и хабар сюда классно идет камушек здесь какой-то даже вот ну давайте посмотрим вот такой эпицентр всего-навсего небольшой участок ребят блин открыть не могу так смотрите огромное обручальное кольцо огромное монета александр второй классная год 1861 это если не ошибаюсь год отмена крепостного права 3 марта 1861 года император александр второй подписал манифест об отмене крепостного права на подготовку реформы ушло пять лет а его оглашение сам александр второй называл лучшим днем своей жизни накануне обнародования манифеста самодержец попросил своих приближенных оставить его в одиночестве я хочу остаться наедине со своей совестью сказал государь приближенные почтительно удалились из царского кабинета где на столе императора лежал проект документа которому было уготовано изменить целую державу манифест о всемилостивившим даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей был подписан конечно реформа внедрялась не моментально были трудности недоразумения растянувшиеся на годы скажем заводской урал где всегда широко использовали труд крепостных ждал долгий кризис разорялись помещики потерявшие хозяина крестьяне спивались или нещали как писал некрасов реформа ударила одним концом по барину а другим по мужику но этот болезненный переход от полурабской россии к свободной был жизненно необходим много нареканий в самой радикальной части общества вызвали выкупные платежи дело в том что согласно закону крестьяне освобождались без земли они обретали личную свободу а свои наделы и нужно было еще выкупить крестьяне продолжали платить по этой реформе еще пол столетия до самого 1907 года до освобождения вся страна заплатила немалую цену но свобода всегда стоит немало несмотря на все трудности после принятия манифеста империя сделала большой шаг вперед и за короткое время буквально в то же десятилетие в россии разразился бум строительство железных дорог расцвела промышленность москва и петербург выросли до размеров самых крупных мегаполисов мира а вот царь освободитель так болевший за русский народ и его благо ровно через 20 лет после опубликования манифеста погиб от рук террористов увы свобода питает не одни только благие начинания ориентир домов стоял вот это можно определять еще по старому дому вон ведь и старый дом и вы здесь вот были ряды домов здесь точно был дом потому что здесь ответе печная здесь возможно была печь здесь что у нас тоже пробные капки были ну да возможно фундамент будет зачетный так что если сейчас стас нарвется на жилку как иногда бывает у михалыча мы как бросимся к нему держи счастливчик ладно поехали дальше а кстати хотел вам сказать смотрите у него фляжка есть вот такая вот и угадайте фляжка то древняя великой отечественной войны и это фляжка если мы не ошибаемся и власть стас говорит что это фляжка так клеймо есть об она здесь настоящий клеймо 1943 года long это британская британская фляжка летчиков офигеть откуда у тебя из вас не подарили а подарили а то я думаю может может нашел блин просто огонь и ребята а то и реплика настоящая а вообще настоящий заправду учатся но и не знаю настоящие нет я тоже ничего не буду говорить но фактом что сам сюжет видите 1943 год новая ладно ладно все копают надо мне копать не так ребят и так ребят шурш тяжелый трудовой объем работы большой я думаю напоследок выпала монета это у нас царская монета две крышки копейки 1871 год но она убитая затертая короче как алик сейчас наверное будем передислокацию делать между прочим сегодня собирался на коп на пляж нырять опробовать свой подводник но позвонил михалыч говорит поехали я променял золото на как алики так же не сказал я поеду за как аликами лучше так что так вот все ребята шурф я за собой смотрите присыпал вот таким вот образом ям так таковых нету заподлицо сейчас на этот другой итак ребят пришел я к машине на чай кофе перекур подошел к пацанам которая сзади меня он шурфят интересные находки они подымают грубо говоря даже были такие нюансы то что стас например поднял 10 копеек царские причем интересно интересно чё там чё там медь медная вот и на пенечке вот пенек стоит и на пеньке было 10 копеек серебряный вот такой был нюанс вот ну я не из-за 10 копеек начал снимать а из-за того что у михалыча находка я конечно в интернете видел подобное но я как бы знаете в руках это и сам лично никогда не копал и сейчас я вам покажу смотрите болель вообще жуть да да смотрите это 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 конина предмет конской упряжи мы все подымаем такие маленькие с ноготок а это вот такая вот размером с хоккейную шайбу вот потом есть еще несколько находок но эти находки я наверное в конце выпуска вам покажу кто чего накопал интересного я отошел наверное метров на сто от пацанов и зашурфился тоже вот ну сейчас туда отправлюсь вам покажу какие там шурфы и еще я думал это место вообще не бита прошелся пошел фан туда дальше блин каждый дом взорван и копано безобразно есть один шурф который прям раскопали до безобразия вам его покажу конечно вот ну сейчас на свой шурф возвращаюсь и вам все покажу подробнее по порядку и так ребята подхожу я к шуфу который разбомбили наверное в этом году обувки очень много запутки вообще ох смотрите ребят смотрите царские бутылочки эх вот эту бутылку камрады раскололи свежий раскол вижу видите свежий а вот от нее запчасть блин опять дождик пошел от графинечка то какой-то странный графинчик смотрите донышко так большое количество горшков море такие здоровые были похлебку хлебали о линзы какая-то и тачки представляете тачки были вот с такими линзы и у нас тут еще так чернильница так раскол ты жалко запутки очень много бутылок тоже много так это у нас так это у нас от керосинки по железу чугунки чугунки так запутки много стекляшечек тоже много чернильницы всякие о бутылочку нашел надеюсь целая вода целая классно заберем люблю по старым шурфам ходить потому что много чего интересного можно найти еще там бутылочка целая заберем так так он еще бутылочка такая бутылочка винтовая это уже советский союз мы такое не берем чего интересного еще будет ладно сейчас попробую прозвонить здесь верховые можете найду и так ребята сигнал и крупная монета это три копейки 24 год сохран не знаю но 34 классно я ищу пом протыкал как бы жестко но здесь не шурфона обратил внимание на камень и вот так вот то есть вот этот уголок не шурфленый и на этом месте трешка выпало 24 год зачетно продолжаем посмотрим через 10 будет не так ребят зашурфился я вот почему я здесь зашурфился потому что пробежался сначала верховые копнул здесь копнул здесь здесь и везде железо причем каванина к кованые ножи вот и попробовал здесь шурфом протыкаться протыкал шурфом и в принципе вот этот эпицентр мягкий и я не зашурфился и и